Решение важных экономических вопросов в новом формате работы. За круглым столом на этой неделе встретились руководство области во главе с председателем Витебского облсполкома Николаем Николаевичем Шерстневым и участники общественной организации Витебский областной союз нанимателей. Встреча состоялась на территории производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз». В центре обсуждения – текущая ситуация в промышленном комплексе Придвинского края, проблемы и пути повышения эффективности его работы. Результатом этого совещания стали не только обозначения и обсуждения насущенных вопросов, но и предложения по их решению, что самое важное – предложения от самих директоров предприятий. Главной задачей встречи руководства Витебского облсполкома с бизнесом, с руководителями промышленных предприятий, всех форм собственности – и частных, и коммунальных, и республиканских – мы хотели услышать, что мешает сегодня конкретным предприятиям в непростых экономических условиях достигать тех показателей, тех задач, которые ставятся перед нами президентом, правительством, губернатором. И то, что сегодня в словах многих директоров звучало основной посыл, что надо работать для того, чтобы иметь результат, но параллельно мы увидели, что есть некоторые моменты, которые и облсполком, и другие органы госуправления должны оперативно решать, вносить предложения по изменению законодательства по отдельным направлениям, а где-то просто снимать вопросы, которые появляются, жизнь течет, появляются новые какие-то проблемы. Их надо не замалчивать, их надо оперативно решать, для того, чтобы бизнес мог идти вперед и достигать тех рубежей. А самый главный рубеж – это сегодня эффективно должно работать каждое предприятие Витебщина. В ряде вопросов, поступивших от директорского корпуса промышленников, один из самых наболевших – вопрос по тендерным торгам. Его решение требует корректировки на правительственном уровне. На сегодняшний день основной принцип выбора победителя по торгам – это выбор по цене. Моё предложение складывается в том, чтобы ввести обязательные требования на заготовленном уровне по предквалификации претендентов, чтобы на тендерных торгах участвовали не все, кто хочет, а только те, кто предназначен для данных поставок или производства работ. Потому что на сегодняшний день отечественные производители и качественные поставщики сталкиваются с проблемой участия на тендерных торгах кого угодно, любых не квалифицированных компаний, которые демпингуют с ценой. В результате государство теряет деньги на некачественных реализациях. Для промышленников Витебщины по-прежнему насущными остаются вопросы диверсификации рынка сбыта и увеличения объемов экспорта. 70% наших товаров экспортируется в Российскую Федерацию и только 3% в Европу и дальние зарубежья. Преграды для развития экспорта существуют. И это, как правило, нехватка оборотных средств и недостаток рынков сбыта. У некоторых предприятий есть и заказы, но чтобы их выполнить не хватает оборотных средств. Поэтому они все увязаны. Экономические вопросы, они не дают возможности, экономические трудности, они не дают возможности развивать экспорт. Хотя большая работа ведется союзом нанимателей в том плане, чтобы найти новые рынки. Мы заключили соглашение с 23 регионами Российской Федерации. Организовываем постоянно визиты делегаций директорского корпуса в эти регионы. Вот последний наш визит, это был город Брянск, где губернатор подписал соглашение с губернатором Брянской области, а мы подписали соглашение с региональным союзом промышленников и предпринимателей Российской Федерации. Выход из сложившейся ситуации один, и Николай Николаевич Шерстнев на совещании не раз повторял. Нужно трудиться упорно и добросовестно. Тем более, что равнение держать есть на кого. Названы предприятия, где грамотная политика и стратегия руководства, организация трудового процесса привели к достойным результатам. В числе их открытое акционерное общество «Витебский завод радиодеталей «Монолит», общество с ограниченной ответственностью «Завод СТР», унитарное предприятие «Полимер Конструкция». 12 августа состоялось торжественное открытие сервисной станции «Витебск-Трак-Сити» на базе транспортной компании «Общество с ограниченной ответственностью» «Каргалайн». Выбор данной транспортной компании не случайен, а закономерен. Так как многие хорошо знают, что транспортная компания «Каргалайн» почти 15 лет занимается перевозкой срочных скоропортящихся грузов, и особое внимание всегда уделяется соблюдению температурных режимов и сроков доставки груза. Поэтому открытие сервисной станции «Витебск-Трак-Сити» на базе транспортной компании «Каргалайн» стало еще одним гарантом качества выполняемой миссии «Всегда свежие продукты со всего мира». Сегодня наша компания «Каргалайн» открывает свой новый офис и на его базе сервисную станцию «Витебск-Трак-Сити» для всех желающих юридических лиц. Мы рады этому дню, мы долго к нему шли. В мае 2015 года мы начали стройку и практически через год ее закончили. Спасибо руководству области и района за оказанную поддержку и помощь. Мы благодарны ответственной работе исполнительной власти за то, что они поддерживали и во всем помогали. В соответствии с программой будущего развития городов, сервисная станция «Витебск-Трак-Сити» расположена за чертой города на пересечении транспортных международных маршрутов. Трасса Е-95 Санкт-Петербург-Одесса, Р-21 Витебск-Смоленск, транспортное кольцо для транзитных грузовых автомобилей вокруг Витебска. Такое расположение в центре транспортных потоков очень удобно нашим клиентам для подъезда на автомойку, обслуживания, ремонта грузовых автомобилей. Сейчас, начиная работу, наше предприятие имеет высокотехнологичное диагностическое ремонтное оборудование и инструменты. Что еще важнее, подготовленных механиков. Механики наши прошли обучение различных уровней в учебных центрах «Волево-Шмидс», «Термокинг» и других производителей автотехники. Необходимо постоянно обучаться и быть впереди, впереди вот этих идущих вперед технологий. Я считаю, что мы соответствуем этому требованию и готовы произвести диагностику ремонта любого транспортного средства. Если нам на сердце через пять залетит транспортный дрон, то я думаю, что мы его обслужим, отремонтируем и он улетит. Еще на стадии проектирования сервисная станция «Витебск-Трак-Сити» соответствовала всем требованиям и условиям, необходимым для ремонта большегрузных автомобилей и прицепов ведущих мировых производителей. ООО «Витебск-Трак-Сити» осуществляет гарантийный и постгарантийный ремонт тягачей, полуприцепов, транспортных и холодильных установок. Наши высококалифицированные специалисты на современном оборудовании выполнят ремонт любой сложности в кратчайшие сроки. Мы являемся сервисным партнером «Шмидт-Термокинг-БПВ» Витебской области. Будем рады вам в нашем сервисном центре ООО «Витебск-Трак-Сити». Праздничное поздравление от руководства общества с ограниченной ответственностью «Каргалайн» получили водители, которые проработали на предприятии с момента основания и прошли этот долгий путь с компанией. Затем для всех гостей была организована экскурсия по комплексу. Показательное выступление водителей на тягачах. Все гости тепло принимали участников группы «Джаз-Сити-Бэнд». Теплая и дружественная атмосфера праздника дала добрый старт работе сервисной станции «Витебск-Трак-Сити». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова